Запрос на авиастроителей растет. Согласно поручению президента, в ближайшие пять лет ключевые отрасли, обеспечивающие безопасность, суверенитет и конкурентоспособность России, должны увеличить свои образовательные мощности. Чтобы по истечению этого срока получить готовых специалистов, к их обучению нужно приступать уже сейчас и одна из таких сфер авиастроительства. Направление непростое, но крайне востребованное. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией до 2024 года стоит задача обеспечить кадрами растущие производственные программы и нарастить численность специалистов в своей сфере на более чем 30%. Чтобы увеличить поток молодых людей в эту отрасль, важно прививать к ней интерес, что называется, с детства. Развитие авиамодельного спорта непосредственно связано с авиастроением. Путь к проектированию настоящего самолета начинается со школьной скамьи, с кружка после уроков и создания своего первого планера. Раньше подобные секции были почти при каждой школе. Многие летчики и космонавты начинали свой путь с таких внеклассных занятий. Например, Юрий Гагарин задолго до своего знаменитого полета посещал авиамодельный кружок и, по словам своей первой учительницы, пускал самодельные планеры из окна класса. Мария Ливанян узнавала, как в Сургуте детям прививают любовь к авиации и мечтают ли местные школьники стать летчиками, когда вырастут. Возродим технический моделизм. Под таким девизом в Сургуте прошли первые городские соревнования по метательным планерам «Техноавиа». Самолётики-ребята делали своими руками, вырезали и шлифовали детали, чтобы добиться максимальной аэродинамики. Более 40 участников в возрасте от 7 до 17 лет запускали свои модели. Первые городские соревнования среди учащихся первых 11 классов по метательным планерам – это самый начальный уровень авиамоделизма. Соревнования заключаются в двух дисциплинах. Это на дальность полёта планера и на точность приземления. У нас очень мало специалистов, в том числе технического и инженерного уровня, а ребята это всё будут осваивать. Допустим, в космос полетели мы первые, то есть наша страна полетела. Практически все космонавты были пилотами. Практически все пилоты были авиамоделистами. То есть когда-то занимались они в каком-то кружке. Авиамодельные кружки действительно раньше можно было найти почти в каждой школе. Они буквально были первой ступенькой в авиацию. Сначала ребята делали самолётики, а потом на базе ДСАФ учились пилотированию малых воздушных судов. Сейчас в Сургуте взяли курс на популяризацию такого вида дополнительных занятий. Сегодня участников 11 образовательных учреждений. Это практически 30% от общей численности учреждений. Я думаю, что ребята сегодня показательно замотивируют и все остальные учреждения точно так же присоединятся к такому замечательному событию. Чтобы на собственном примере показать, что небо ближе, чем кажется, на соревнованиях к ребятам обратились участницы пилотажной группы «Барсы». Хотелось поприветствовать участников соревнований техно-авиа отца пилотажной группы «Барсы». Пожелайте всем победы, хорошего времяпрепровождения и, конечно же, самое главное – это стремление к своей цели, мечте. Сейчас вы занимаетесь моделированием, но, кто знает, уже завтра вы можете сидеть за штурвалом настоящего самолёта. Авиамоделирование для многих ребят действительно шаг к своей мечте, а для кого-то даже – продолжение династии. Это планер. Я его делал примерно на одно занятие. Тут сосновая рейка, а также всё остальное сделано из пенопласта, а точнее из потолочной плитки. У меня в семье все связаны с авиацией. И дедушка, и мама, и папа. Дедушка у меня был механиком, ремонтировал самолёты. А я хочу делать самолёты и рисовать чертежи. Свой первый самолёт Артём уже собирает. Правда, весом воздушное судно примерно 500 граммов и на радиоуправлении. Сейчас делаю вот этот радиоуправляемый самолёт. На какой он стадии? На начальной стадии. Его ещё делать и делать. Надо вот сюда вот приделать рейку, потом сделать здесь элероны, сюда прицепить мотор, а потом найти приёмник и аккумулятор, а потом уже идти летать, тестировать. Каркас первого самолёта, собранного самостоятельно, у Артёма уже готов. Осталась электрика. Авиамоделированию юношу научили в кружке «Авиатор» на базе «Технополиса». Все стадии авиамоделизма. То есть от самых первых планировочков, которые ребята делают буквально за день. Дальше у нас идут более сложные самолётики. Те же планировочки, но уже с двигателем простейшим, то есть резиномоторным. Дальше идут у нас уже самолёты под управлением, так называемое радиоуправление. То есть вот все самолёты, которые вы видите, здесь вот на стенках у нас развешаны, они все летают. Вообще у нас все модели, которые здесь присутствуют, все летают. В клуб «Авиатор» приходят ребята в возрасте от 10 лет. Сначала при работе с планерами их учат пользоваться базовыми инструментами – отверткой, плоскогубцами. Дальше при строительстве уже сложных моделей идёт работа с принципами механики, электрики, аэродинамики. Теперь будем сетёмные проводочки, это минус, он всегда у нас с обратной стороны приёмника. Да-да-да. По каналам ты уже понял, а вот по полюсовке. Давай подключай регулятор оборотов. Двигатель пока отключим, чтобы он у нас не запустился. Это мы модельку собираем. Сегодня мы её дособираем, уже давно он собирает. И в субботу планируем первый раз запустить. Поэтому у нас такой вот завершающий этап. Подключение, настройка, регулировка. Руль высоты подключаем. Это настроим всё. Как отметил руководитель клуба, в Сургуте много возможностей для поддержания у детей интереса к авиации. В прошлом году наш город посетила пилотажная группа «Русские витязи». А почти сразу после аэродром «Боровая» стал площадкой для проведения всероссийских соревнований по самолётному спорту. Увидев такой высший пилотаж, ребята после летних каникул вернулись на занятия с горящими глазами. В Сургуте ведётся эта политика, настроенная на привлечение молодёжи в авиацию. Именно в авиацию у нас это культивируется. Вы же знаете, что на этих соревнованиях победили наши ребята, наши девчонки. Так что, да, конечно, это привлекает детей. Сначала секция работала на базе станции юных техников, потом перешла в ведомство «Технополиса». Всего авиатору около 14 лет. За это время несколько воспитанников Вячеслава Киселёва, вдохновившись своими первыми самолётиками после выпуска, ушли в авиацию. Стали пилотами, механиками и техниками. Мария Ливанян, Никита Бабенко, Владимир Фёдоров. Специально для программы «Новости. Главное». Вот. Специально для программы «Новости. Главное».